День с толком Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Провел больше 10 тысяч операций. Легендарный детский хирург Юрий Тен отметил 70 лет. Усердие чревато. Врачи просят не пичкать организм антибиотиками без необходимости. Зима на пороге. Но не помешает ли пандемия активному зимнему отдыху? Варнауле закрывают ковидный госпиталь на базе Алтайского центра охраны материнства и детства. Пациентов с коронавирусом там лечат последнюю неделю. Красную зону ликвидируют 1 декабря. В Краевом Минздраве такое решение объяснили улучшением эпидемиологической ситуации. Ковидные госпитали, по их данным, заполнены на 73%. Снизилась нагрузка и на скорую помощь. Кстати, по данным Оперштаба, за сутки в регионе выявлено 230 новых случаев заражения. Умерло 8 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. 611 человек. 157 подключены к аппарату ИВЛ. Когда усердие чревато. Врачи в который раз предупреждают – хватит бездумно пичкать организм антибиотиками. После октябрьского коллапса в региональной медицине некоторые жители стали сами прописывать себе препараты или даже пропивать их в целях профилактики. О передозировке расскажет Анастасия Дороган. Избавиться от коронавируса и лечить последствия лечения – история не такая уж редкая, для Ирины актуальна до сих пор. Ковид-19 у нее проявился небольшой температурой, а остальной букет подарил антибиотик. Меня начало тошнить. Я вся бледная ходила. Потом у меня заболел жутко живот. Меня и тошнило, и у меня были жуткие расстройства пищеварения. По-моему, убили все, что можно. Не знаю, как насчет вируса, но здоровье, которое было, оно очень подорвано. По словам врачей, диарея – лишь один из вариантов. Индивидуальная передозировка или непереносимость может вылиться в обострение хронического гастрита, колита, в аллергию. Чаще всего это крапивница. Но если эти реакции организма вынуждены, то употребление антибиотиков для профилактики коронавируса бьет логику медиков на повал. Хотя бы потому, что предотвращение не спасает, а лишь усугубляет течение ковида. Мы должны его вылечить, это его основное заболевание, и купировать вот эти вещи, которые возникли в процессе бесконтрольного приема антибиотика. Увеличивается длительность выздоровления. За осенью Светлана Ломжина уже с десяток таких пациентов-перестраховщиков. Одному даже пришлось приводить в норму сердечный ритм. Но эти последствия все еще можно обратить, в отличие от других. Самое страшное, что может произойти, это формирование у микроорганизма резистентности. То есть формируется в этом человеке такой тип микроорганизмов, на которые никакие уже антибиотики не действуют. И, к сожалению, этими микроорганизмами он может поделиться с окружающими. Другими словами, ослабленный иммунитет не справляется с вирусом, а подорванная антибиотиками среда способствует мутации без того новой инфекции. И носитель делится с людьми уже обновленным вирусом, стойким к препаратам. Эксперты объясняют, чтобы этого не допустить, в схемах лечения COVID-19 антибиотикам даны короткие сроки, если не злоупотреблять. Но решать это должен только врач. Иначе, по прогнозам главного микробиолога Минздрава России Романа Козлова, в 2050 году от резистентности к антибиотикам умирать будут чаще, чем от рака. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Ну а теперь о медицине и к пандемии отношения не имеющей. Легендарный детский хирург Юрий Тен отметил свое 70-летие. За годы работы он провел более 10 тысяч операций. С человеком, которого многие благодарят за свою жизнь, и счастливое детство пообщалась Ирина Корчагина. После удаления опухоли на щитовидной железе кто-то теряет голос. Эвелине повезло. Школьницы недавно убрали достаточно большое новообразование. Оперировал девочку человек-легенда Юрий Тен. Сейчас пациентка идет на поправку и скоро поедет домой. Хочет быть врачом. Хирургом хочет быть. Хирургом. У меня был один больной, говорит, я хочу быть хирургом. Я говорю, зачем? Я говорю, хочу вас прооперировать. Он шучит. Ну ты, надеюсь, не меня хочешь прооперировать? Ну, возможно, и вас. Дай бог, дай бог. Юрий Васильевич нам очень сильно помог. Очень хороший хирург. Я очень благодарна ему. Дай бог ему здоровья, прям вообще, вот от всего сердца. Свою первую операцию Юрий Тен провел почти полвека назад. А всего их было более 10 тысяч. На днях детскому хирургу исполнилось 70 лет. Когда я пришел, Юрию Васильевичу было 42 года. Сейчас мы отмечаем юбилей. Ему 70. И 28 лет назад, когда ему было 42, это был бы тот же человек. Он такой же, он был бодрый, активный. Я была его студенткой. И более 35 лет работаем в одном коллективе. Я мечтала об этом. Кстати, дети Юрия Тена пошли по стопам отца. А сам хирург в медицину попал случайно. Брат мой сказал так. Иди, говорит, в медицину. А у меня болело горло, он поэтому так сказал. А потом сказал, что я пошутил. Ты куда пошел-то? Ну, я тоже подумал, а куда я пошел? Даже иногда испытываю неудобства. Когда куда-то иду, незнакомые люди здороваются. Думаешь, надо тоже поздороваться. Думаю, где же я его видел? Он нигде вроде не видел. Многие пациенты Тена уже давно не дети. В свое время врач один из первых в стране разделял сиамских близнецов. Удалил опухоль весом почти 4 килограмма. И она весила больше, чем сам ребенок. В этом году хирург тоже провел уникальную операцию. Удалил опухоль на селезенке, сохранив сам орган. Обычно при опухоли его убирают. Урология, онкология, и таракальная хирургия, и абдоминальная хирургия. Все эти вопросы на сегодняшний момент решаются под руководством Юрия Васильевича Тена. Любую критическую ситуацию он умеет нивелировать, умеет организовать работу. Свой 70-й день рождения Юрий Тен встретил на работе. Как иногда приходится встречать и Новый год, и другие праздники. Но что поделать? Пациенты не спрашивают, когда им заболеть. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. Пандемия коронавируса определила новый долгосрочный тренд. Все больше людей хотят жить за городом. Поддержать эту тенденцию, а также вдохнуть жизнь в села, способна программа «Сельская ипотека». Так считают эксперты. Накануне они обсудили разные условия льготного кредитного проекта. Ипотека всего под 2,7% годовых. Новая программа сразу же стала невероятно востребованной. 2020-й еще не закончился, но совокупный объем выдачи льготных кредитов по Алтайскому краю Республики Алтай уже превысил миллиард рублей. А в перспективе, считают эксперты, сельская ипотека станет еще доступнее. Ведь льготный кредит теперь можно взять не только на жилье в селе, но и в малых городах. Правда, есть один момент. С 2021 года при приобретении недвижимости в рамках сельской ипотеки заемщику необходимо будет прописаться в приобретаемом объекте недвижимости в течение 180 дней с момента государственной регистрации перехода права собственности. Еще одна возможность – строительство жилья на земле в долгосрочной аренде. Но если дом многоквартирный, то этажей в нем должно быть не больше пяти. Государство хочет, чтобы именно людям, живущим в сельской местности, эта программа помогла сохранить сельское направление наше. Тренд в сторону загородной жизни уже ясно виден и у нас. До 40% заявок от заемщиков Ростельхозбанка касаются именно сельской ипотеки. В ближайшее время в Барнауле начнут реставрировать фасад стадиона «Локомотив». При этом основную часть старых трибун и пристроек планируют снести. Какие работы намечены и как изменится схема движения пешеходов – расскажем в сюжете. На бывшем поле стадиона появится жилой комплекс. А пока подрядная организация компания «Селф» ведет подготовительные работы для начала реставрации фасада. Он признан объектом культурного наследия края. На данном объекте предусмотрен демонтаж аварийной трибуны, восточной трибуны, демонтаж поздних пристроев, а также западной трибуны. В рамках реализации восстановления памятников архитектурного наследия будет восстановлена юго-восточная трибуна. Вот она, юго-восточная трибуна – фасад, который и признан архитектурным памятником. Сами места для сидения ценности не представляют, поэтому они будут демонтированы. А на время проведения работ пешеходам придется смириться с некоторыми неудобствами. Вдоль строителей мы перекроем тротуар полностью. Вдоль привокзальной будет организован тротуар с навесами в соответствии с требованиями нормативных документов. Жителей города просим отнестись с пониманием к временным неудобствам, так как впервые в истории города Барнаула часто инвестор берется за восстановление столь большого памятника архитектурного наследия. Закончить работы планируют через полтора года. По мнению архитекторов, реставрация фасада и строительство нового жилкомплекса в дальнейшем дадут толчок развитию этого района. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. Кстати, когда-то на локомотиве зимой открывали каток для любителей активного отдыха. Теперь это место для них, конечно, недоступно, но горожане старта зимнего сезона ждут с нетерпением. Будут ли лыжные базы и катки, несмотря на пандемию, так же доступны, как и в прошлом году, узнавал Никита Ермаков. Александра когда-то всерьез занималась фигурным катанием. Стать профессионалом уже не мечтает, но коньки стали ее любимым зимним хобби. Как только наступает зима, Саша ждет открытия катков. Обычно проводит на льду практически каждый выходной. Но пока успела только наточить коньки. Конечно, я хочу уже очень сильно покататься. Коньки свои есть, но кататься не получается, так как почти все хоккейные коробки заняты, на них занимаются. В городском спорткомитете нам пояснили, что 12 муниципальных хоккейных коробок уже функционируют. Атлант и Скиф на Юрина, коробка на Ленина и Шукшина. Правда, пока там могут заниматься лишь ребята из спортивных секций. Всем остальным вход разрешен лишь в свободное от тренировок время. К тому же зима еще полностью не вступила в свои права. Температура довольно теплая, да и снега выпало пока мало. Коррективы в старт зимнего спортивного сезона вносит и пандемия. Все спортивные объекты, которые находятся в горной Боровле, должны получить паспорт доступности, утвержденный, естественно, и Роспотребнадзором, и Министерство спорта Алтайского края. Часть их уже имеют. Если имеют паспорт доступности, значит, все социальные периодические мероприятия выполняются. Лыжи протирать не будут, но палочки протирать точно будут. К слову, это не мешает лыжникам-любителям посещать трассу здоровья и другие открытые площадки. Руководитель лыжной базы «Динамо» Борис Бибиков отмечает, что готов к лыжному сезону, но свой прокатный тур еще не начал. Так же сетуют на погоду. Каждый сезон начинается по-своему. Снег выпал, начинаем работать. В октябре выпал, с октября. В декабре, значит, с декабря. Ну, чтобы пошел рек-трак, это минимум сантиметров 15-20. Это минимум. И он должен лечь хорошо, потому что если меньше снега, рек-трак траками просто поднимет песок наверх. И даже вот такой трассы не будет. Как нам стало известно, всего в Барнауле планируют запустить 75 площадок на открытом воздухе, среди которых 21 лыжная база и столько же ледяных катков. Скорее всего, цены на прокат лыж и коньков не изменятся, но конкретные цифры нам пока не назвали. Специалисты ждут снега и мороза, ну а наша героиня Александра в ближайшие выходные уже планирует покататься. Возле одного из известных торговых центров каток наконец-то залили. Никита Ермаков, Дмитрий Денисов. День с толком. Российские музеи работают сейчас в ограниченном режиме из-за пандемии коронавируса. И далеко не каждый имеет возможность их посетить. Нашей съемочной группе во время трехдневного путешествия по Горному Алтаю посчастливилось побывать в одном из уникальных музеев страны. Там, где хранится та самая знаменитая мумия принцесса Укока. Подробности у Валентины Аскеровой. Пять коней, домашняя утварь, деревянный саркофаг. В таком виде 30 лет назад во время раскопок кургана на плато Укок под толстым слоем льда археологи обнаружили мумию молодой девушки. Впоследствии ее прозвали принцесса Укока. Она пролежала в Алтайской земле две с половиной тысячи лет. Сегодня мумия – главный экспонат Республиканского музея в Горноалтайске. Ее показывают по определенным дням. Во время нашего визита заглянуть в саркофаг не получилось. Укокская принцесса на обработке. Обрабатывается специальными растворами точно такими же, как и обрабатываются тела других мумий в мире, в частности, Владимира Ильича Ленина. В саркофаге установлено специальное оборудование, климат-контроль. Сколько еще будет храниться времени? Есть какой-то предел? Предела времени нет. Даже если начнется ядерная война, мы ее спасем. Местные жители считают принцессу Укока своей прародительницей и покровительницей, защищающей их от зла. Научные сотрудники называют принцессу Укока наша женщина. С ней связано множество поверьей. Например, то, что коронавирус обрушился на Алтайскую землю в самую последнюю очередь одной из них. Алтайцы уверены, что именно их женщина защитила их. Арахтойские мраморы. Он вообще в годы, когда существовал Советский Союз, то тогда с Арахтойского мрамора отсюда увезли и облицовали станцию Таганская, это вот в Москве. Камни полезны, ископаемые, древний человек, его культура и обычаи. Знаменитые полотна алтайских художников, палеонтологические коллекции, фонд Национального музея имени Анохина насчитывает десятки тысяч уникальных экспонатов. Самые уникальные – это вот череп перблюда, это шерстистые носороги, которые обитали у нас до ледникового периода, это мамонты, да, мы видим. Посетители даже могут услышать звуки дикой природы, к примеру, сакрального животного республики Алтай – морала. А дети узнают эти звуки? Конечно, узнают, да. Им очень даже интересно. В стенах музея европейского уровня можно провести неделю, но и этого будет недостаточно. К слову, совсем недавно в музее появилась еще одна фишка – погребальный сруб возраста у кокской принцессы. Ничего подобного в мире нет. Поэтому наша задача – сохранить. Быстро была собрана группа, создана. И год назад мы его сложили, установили как раз в ноябре месяце. Из-за пандемии прикоснуться к истории могут пока немногие. Но сотрудники музея верят, что темные времена закончатся, и в музей вновь хлынет нескончаемый поток людей. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Ну а пока приятная новость от алтайских театралов. Государственный музыкальный театр впервые номинант российской национальной премии «Золотая маска». В чюре отметила мюзикл «Капитанская дочка». Спектакль претендует на премию сразу в девяти номинациях. Конечно, главное – мюзикл, а также на лучшую работу дирижера, композитора, художника театра и художника по костюмам, режиссера, мужскую, женскую роль и даже лучшую роль второго плана. Если работа удостоится премии, эта «Золотая маска» будет первой в истории мюз-театра. Весной 2021 года артисты поедут в Москву и представят спектакль на 27-м фестивале. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в YouTube, в соцсетях, Instagram, ВКонтакте, Facebook и подписывайтесь. До встречи!